окей ну давайте у кого какие идеи как реализовать данное задание начинаем с классов сколько классов какие классы ok два класса как назовем строки это на русском стринг такой класс есть он всеми используется назвав свой класс стринг выстрел в голову потом им пользоваться work with lines можно еще варианты стринг practice можно но такое название которое кутала не коммерческая вот такое практиковались и стерли название для себя вы будете писать для людей то есть что это что этот класс должен в принципе делать для чего он как бы может быть предназначена да то есть работает со строками правильно а как называют тех кто что то делает утилиты слово знаете такое можно назвать например стринг утилз утилз это методы статические зачастую которые делают какие-то действия либо же там стринг helper можно назвать да то есть помощник в строках окей какие методы в этом классе будут паблик публичные дальше то есть мы сейчас про модификаторы этих методов говорим ну паблик да сказали окей паблик статик а почему статик да то есть в принципе у нас это с вами набор ни с чем не связанных действий поэтому никаких объектов не нужно да то есть мы просто берем и делаем какие-то операции со строками нам никакой объект для этого не нужен следовательно не надо ничего создавать чтобы этот метод потом вызывать мы этот метод можем просто вызвать и он выполнит какой-то набор операций то есть эти методы должны быть статическими чтобы к ним можно было обратиться без предварительного создания объекта паблик статик тип возвращаемых данных какие здесь будут то есть практически везде будет стринг да это будет результат манипуляции ваших со строками и кое-где будет индекс и надо там что-то посчитать сколько раз вхождение и так дальше окей то есть а набор аргументов какие будут ну тут одна или две строки зачастую да хорошо второй класс как назовем можно тест стринг утилс можно стринг утилс тест это уже зависит от того как мы хотим чтобы она сортировалась обычно среды сортируют их по алфавиту то есть если вы вначале тест пишите то все тесты будут вместе если пишите имя класса потом в конце теста будет идти имя класса рядом с ним тест имя класса рядом с ним тест то есть тут в принципе особо без вов без разницы а что у меня в этом классе будет ну что какой метод будет то есть в этом классе будет метод main в котором мы вызовем все наши методы для того чтобы проверить как они работают понятно ну давайте я реализацию одного метода покажу а дальше вы уже сами что тут русский можно попробовать покрутить что-то ото купили у и у у Ну давайте продолжать. Так, открываем наш с вами проект. Создаем пакет. Это у нас какая-то практика. А, точно. Создаем новый класс. Стринг утилс. Ну что, давайте покажу первое задание. Здесь сделаем с вами, как мы сказали, паблик. Статик. Стринг. Как назовем метод? Какие будут идеи по названию методов? Ну вот, если вы прочитаете название string helper1, о чем оно вам скажет? Первое задание, как назовем? Реализацию первого задания. То есть, методы должны говорить сами за себя. Имена методов должны быть. Не, мы же название придумываем. Комбайн-то-лайн. 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 Раз вариант. Еще какие будут идеи. Ну, давайте попробуем, а что нас сдерживает? Ну, какие? Ну, окей. Чего, Комбайн. Стринг. Визаут. Фёрст. Да, длинненькое название, но зато прочитали и сразу поняли, что оно делает. Что в качестве аргументов будет? Стринг s1, стринг s2 Смотрите, проще прочитать длинное название, чем вникать в реализацию кода. Просто у нас как бы такое действие непростое, да, окей, как будем реализовывать, какие идеи? Ну, то есть что будем с обстрингом делать? Ну, третий объявляет, так, стринг s1 плюс следующий стринг. Ну, лучший конкат. Вот тоже самое, только быстрее работает. А, конкат это второй стринг, да? Да, и все. Я взял первую строку, от нее отрезал первый символ. Ну, точнее, правильнее сказать, не отрезал первый символ, а взял строку без первого символа. Взял под строку без первого символа. Ну, по факту выглядит, как будто бы я обрезал первый символ. И объединил со второй строкой, из которой я тоже взял под строку без первого символа. Все, вся реализация. Осталось теперь проверить, как оно работает, протестить. Провода. Да, на создание классов горячие клавиши сделать. стринг utils test. Здесь public static void main. Ну, и здесь с вами что сделаем? стринг s1 равно, например, вот так, равно вот так. стринг result равно наш с вами стринг utils. строка, метод наш, s1, s2. И теперь выведем результат. Причем можно его еще красивенько оформить. с1 плюс, 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 плюс О! И запустим. А тут двойная кавычка. И там двойная кавычка. Вот. Исходные складываем и получаем. Ну, как бы мы их не совсем складываем, да? Применяем к ним наш метод. Ну, так написал. А это при помощи слэша мы эскипируем двойные кавычки. То есть двойные кавычки это конец строки, правильно? То есть это спецсимвол в Java. А мы хотим его использовать не как спецсимвол, а как обычный символ строки. Поэтому перед ними надо ставить слэш. Тем самым мы это как бы эскипируем. Эти двойные кавычки, они теперь не спецсимвол, а просто как элемент строки. Видите, они у меня в двойных кавычках пишутся. Вот я так специально вывел. Мне так захотелось. Понятно? Следовательно следующее задание, второе, вы уже реализуете. Во втором методе. Третье в третьем. И так дальше. Какие будут вопросы? Кому что непонятно? Так. Хочется его вывести на экран. Так. Так. Это результат. Вот. Какие будут вопросы, ребят, кому что непонятно. Видно всем? Не то чтобы удаляет, он выделяет под строку, начиная с какого-то символа по какой-то. То есть мы не можем сказать ему, удали нам, он берет под строку, сыпо, он берет кусок строки, начиная с какого-то конкретного по какой-то конкретной указанной вами. До конца, да. Если 2, то с какого-то и до этого символа не включительно. Есть вопросы, ребят? А? Нет? Тогда я запись остановлю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!